Сегодня тема нашей лекции – анатомо-физиологические особенности системы кровообращения. Для сердечно-сосудистой системы характерны ранняя закладка и раннее включение в функцию. Так, первые сокращения сердца регистрируются уже на 22-й день эмбрионального развития. А сама регистрация возможна уже с пятой недели. Как же развивается сердце внутриутробно? В конце второй недели внутриутробного развития уже имеется один желудочек и одно предсердие. В конце четвертой недели образуется межжелудочковая перегородка. Вначале в ее верхней части имеется отверстие, но это отверстие быстро зарастает у плода в виде перепонки. На шестой неделе внутриутробного развития сердце трехкамерное, то есть имеется одно предсердие и два желудочка. Между предсердиями рядом с первичной перегородкой формируется вторичная межпредсердная перегородка. В обеих перегородках имеется овальное отверстие. Вторичная перегородка перекрывает первичное овальное окно в виде занавески. Так что в связи с более высоким давлением в правом предсердии движение крови возможно только из правого предсердия в левое предсердие. Структурное оформление сердца, клапанов и крупных сосудов заканчивается на 7-8 неделе внутриутробного развития. Таким образом, все основные аномалии сердца возникают в период с 3 по 8 неделю гистации. То есть с 3 по 8 неделю гистации – это наиболее уязвимые сроки, когда в результате воздействия каких-либо неблагоприятных факторов возможно формирование врожденных аномалий сердца, то есть врожденных пороков сердца. Проводящая система сердца закладывается примерно в те же сроки. С 3 недели гистационного возраста начинается пациентарное кровообращение плода. При этом все органы получают только смешанную кровь. У плода поступление крови в большой круг кровообращения, минуя малый, обратите внимание на это, идет через двойной шунт. То есть это открытое овальное окно и баталов проток. Кровообращение плода обеспечивается сократительной способностью сердца плода и отделено от системы кровообращения матери. Больше всего кровоснабжается кислородом и питательными веществами печень, головной мозг и верхняя часть туловища. Менее всего ткань легких и нижняя часть тела. То есть, по сути, те отделы, которые на данном этапе развития плода, в целом человеческого организма, являются менее необходимыми. Поэтому, в общем-то, преобладают размеры головы и верхней части тела у новорожденного ребенка. Вот именно в силу этих особенностей. Какова же частота сердечных сокращений эмбриона? Частота сердечных сокращений эмбриона составляет от 15 до 35 в одну минуту. Затем постепенно, по мере развития проводящей системы сердца, по мере развития в целом плода, увеличивается до 125-130 в одну минуту. При аускультации первой и второй тонны сердца одинаковы по громкости, а интервалы между ними равны. Это так называемый ритм метронома. Запомните это название. То есть, когда при аускультации первой и второй тонны одинаковы по громкости, а интервалы между ними равны. Это ритм метронома. Что же происходит после рождения ребенка со стороны сердечно-сосудистой системы? Как только человек рождается, сразу начинает функционировать малый и большой круги кровообращения. Начинает функционировать легочное дыхание. Каким образом происходит запуск? Перевязка попочного канатика приводит к повышению уровня содержания углекислоты, то есть углекислого газа. Это приводит к раздражению дыхательного центра, и кровь из правого желудочка по легочной артерии поступает в легкие. То есть кровоток в легких увеличивается в 5 раз. Что еще наблюдается, кроме этого? После первого вдоха возникает спазм боталового протока. Движение крови через него прекращается. И происходит вначале функциональное закрытие боталового протока, а потом уже и облитерация или полное анатомическое закрытие. Функциональное закрытие происходит через 10-15 часов в результате спазма. А анатомическое закрытие у доношенных детей заканчивается на третьем месяце жизни. У недоношенных в конце первого года жизни. Поэтому кратковременные опнои, повышение давления в малом круге кровообращения, в результате чего венозная кровь сбрасывается через боталового протока в аорту, в общем-то, возможно в первые месяцы жизни. Поскольку еще анатомически боталовый проток сохраняется, то есть он не облитерирован. Обращаю ваше внимание, что таким образом до трех месяцев жизни у доношенного ребенка, до года у недоношенного ребенка, мы не можем диагностировать врожденный порог сердца, а именно открытый боталовый проток, то есть открытый боталовый проток как врожденный порог сердца. Если боталовый проток остается открытым спустя 3 месяца жизни у доношенных и спустя год жизни у недоношенных детей, то тогда мы можем говорить о формировании врожденного порога сердца открытого боталового протока или открытого артериального протока, как его называют. То есть до этого срока все является функциональным, то есть не говорит о какой-то аномалии развития у ребенка. Начало полноценного легочного кровообращения приводит к значительному повышению давления в левом предсердии. Это ведет к тому, что прижимается перегородка к краю отверстия и прекращается сброс крови из правого предсердия в левое предсердие через открытое овальное окно. То есть открытое овальное окно перестает функционировать и наблюдается постепенное закрытие открытого овального окна. То есть сразу после рождения у ребенка перестает функционировать шесть основных структур внутриутробного кровообращения. Это пупочная вена. Вспоминайте, да? То есть мы пережали пуповину, то есть сразу после рождения ребенка. Аранция в проток перестает функционировать. Две пупочные артерии, идущие к плаценте, овальное окно и баталов проток, сбрасывающий кровь из малого круга в аорту. Вот они, шесть основных структур, которые перестают функционировать после рождения ребенка. Приблизительно к двум шести месяцам у доношенных детей постепенно запустевают и облитерируются пути внутриутробного кровообращения. То есть сразу после рождения функциональное закрытие, а к двум, в среднем, к двум шести месяцам происходит уже постепенная облитерация вот этих путей внутриутробного кровообращения. Но стоит заметить, что, конечно, это в среднем, то есть у большинства здоровых доношенных детей. Но, как показывают наблюдения, у ряда детей вот такие не облитерированные пути внутриутробного кровообращения могут сохраняться до пяти лет. И даже у четверти взрослых диагностируется нефункционирующее открытое овальное окно, например. Но, опять же, делаю акцент вам, ребят, на то, что открытое овальное окно, да, оно может сохраняться даже до пяти лет у детей, вот у половины, да, у четверти взрослых, но оно не должно функционировать. И когда проводятся соответствующие исследования сердца, мы можем видеть такое заключение, как наличие открытых фитальных коммуникаций, в частности, открытого овального окна, без сброса, то есть нефункционирующего. И вот наличие нефункционирующих внутриутробных коммуникаций, в частности, открытого овального окна, не влияет на кровообращение. То есть человек может даже не знать о том, что у него имеется вот это нефункционирующее открытое овальное окно. Идем дальше. Какие же непосредственно анатомо-физиологические особенности сердца можно увидеть у детей в зависимости от возраста? Начнем, конечно же, с новорожденных. Так, у новорожденных детей размеры сердца относительно большие по сравнению с сердцем взрослого человека. То есть у новорожденного это 1% от массы тела, у взрослого человека 0.5%. Наиболее интенсивный рост сердца наблюдается в возрасте от 2 до 6 лет. Соответственно, вот этот период, он, конечно же, накладывает уже определенные, создает определенные предпосылки для возникновения каких-либо функциональных нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, которые, в общем-то, могут внести некоторые коррективы в целом в самочувствии ребенка, да, и переносимость физических нагрузок, ну и так далее. То есть это вот такой наиболее уязвимый период от 2 до 6 лет. У новорожденного ребенка правый желудочек и левый желудочек между собой равны. Затем постепенно идет преобладание роста левых отделов сердца над правыми. То есть и к 16-летнему возрасту масса левого желудочка составляет, в общем-то, в 3 раза больше, чем правого. То есть начинает уже превышать в 3 раза по массе левый желудочек, правый. Тоже, в общем-то, можно сказать и по сосудам. Так, магистральные сосуды новорожденных имеют относительно большие размеры по отношению к желудочкам, так же, как и предсердия. Постепенно затем несколько сглаживается вот эта разница, да, и соотношение меняется к более старшему возрасту. В целом дифференциация сердца заканчивается к 10-14 годам жизни ребенка. То есть по соотношению камер такое сердце приближается к сердцу взрослого человека, то есть к 10-14 годам. В связи с высоким стоянием диафрагмы сердце новорожденных детей находится в более высоком положении. Ось его лежит почти горизонтально, и до конца первого года жизни она принимает косое положение. То есть более высокое положение сердца новорожденных, ось лежит почти горизонтально. И вот на следующем слайде, как раз вы обратите внимание, будет картиночка, где как раз и показано вот это положение сердца. Обратите внимание, вот здесь пунктирными линиями, да, обозначено сердце, размеры сердца и положение сердца. Здесь больше не размер, а положение сердца грудного ребенка, взрослого человека, да, и более, то есть взрослого человека более старшего возраста. То есть вот оно, сердце у грудного ребенка, да, то есть размеры его, в общем-то, не размеры, простите, а положение его горизонтальное, более горизонтальное, да, более высокое состояние сердца, поскольку диафрагма расположена высоко. У взрослого человека наблюдается уже несколько более низкое положение сердца, да, и изменяется его уже расположение в целом. То есть оно будет занимать уже более косое положение, чем сердце грудного ребенка. Поперечный размер сердца новорожденного ребенка больше продольного, то есть сердце имеет шаровидную форму. И постепенно, то есть через 2-3 месяца жизни, сердце приобретает грушевидную форму. Таким образом, границы сердца меняются так, что после рождения происходит значительное смещение левой границы внутрь. То есть левая граница сердца смещается внутрь. У новорожденных передняя поверхность сердца образована правым предсердием, правым желудочком и большей частью левого желудочка. Это вот особенность, такая особенность сердца новорожденных по сравнению с детьми более старшему возраста. То есть передняя поверхность – это правое предсердие, правый желудочек и большая часть левого желудочка. Поворот сердца приводит к тому, что уже к концу первого года жизни сердце прилежит к передней поверхности грудной клетки в основном поверхностью правого желудочка. И именно он, то есть именно все это приводит к тому, что правый желудочек будет виден только на боковых рентгенограммах, поскольку прилежит непосредственно большей своей частью к передней поверхности грудной стенки. Верхушка сердца новорожденных будет представлена двумя желудочками, а с шести месяцев жизни только левым желудочком. Также все это в результате поворота сердца. Проекции верхушки у новорожденных находятся в четвертом межреберье. Соответственно, именно в четвертом межреберье мы будем выслушивать звуковые сигналы, то есть аускультативно, все, что связано с верхушкой сердца. С полутора лет в пятом межреберье, то есть именно в пятом межреберье мы будем выслушивать звуковые сигналы, которые как раз связаны с верхушкой сердца. Какие же особенности сосудов? На первом году жизни площадь поперечного сечения вен и артерий равна. Затем площадь поперечного сечения венозной сети становится больше артериальной. У новорожденных, так же как и у плода, интенсивно кровоснабжается мозг, то есть это особенно важно для развития, печень, а на мышцы и почки приходится около 20% кровотока, то есть на мышцы и почки. Все это отличает новорожденных детей от детей более старшего возраста, поскольку у старших детей наиболее интенсивно кровоснабжаться будут мышцы и почки, то есть порядка 45%. Так же как и особенности сосудов, то что с возрастом происходит противоположное изменение диаметра легочной артерии и аорты. Так, у новорожденных легочная артерия более широкая. В 12 лет диаметры этих сосудов становятся равными. У взрослых же диаметр легочной артерии должен быть меньше диаметра аорты. Еще отметим с вами одну анатомическую особенность сердца. Это его неравномерный рост. Так, к 8 месяцам сердце увеличивается в 2 раза, к 5 годам в 4 раза, а к 6 годам уже в 11 раз. То есть вот этот скачок наиболее интенсивный, да, с 4 до 6 лет. От 7 до 12 лет рост сердца замедляется. В 14-15 лет наблюдается опять усиленный рост сердца. И в силу того, что, в общем-то, девочки стартуют в росте раньше мальчиков, это касается не только в целом роста, но и роста всех органов, получается так, что в 11 лет масса сердца у девочек больше. Ну, а к 16 годам все становится наоборот. Уже мальчики начинают преобладать в росте над девочками, и, в общем-то, масса сердца у них становится, в сравнении с девочками, значительно больше уже вот к 16-летнему возрасту. Каковы же особенности кровоснабжения сердца? У новорожденных рассыпной тип кровоснабжения. С 2 месяцев до 6 лет тип кровоснабжения смешанный, после 6 лет – магистральный. Так, этим, в общем-то, и объясняется то, что в раннем возрасте, то есть у детей раннего возраста, отсутствуют инфаркты и возможность развития панкардитов. Функционирование детского сердца в целом происходит в более выгодных условиях. Почему? Давайте с вами как бы суммируем, да, все те результаты, которые мы уже получили. В чем же вот это более выгодное условие заключается? Относительно большая масса сердца. Большой просвет сосудов, значит, лучше кровоснабжение идет. Широкие капилляры, что также способствует лучшему кровоснабжению. Высокая эластичность артерий, также идет на пользу, да. Нет интоксикаций, так скажем, выраженных и не связанных с какими-то заболеваниями. Инфекции. Да, ребенок может переносить много инфекций, особенно вот в возрасте уже старше года. Но, тем не менее, эти инфекции еще не приобрели хронический характер, то есть нет вот этих вот хронических интоксикаций, что также благоприятно сказывается в целом на развитии организма и сердечно-сосудистой системы. Ну и, конечно, что очень важно и отличает во многом детей от взрослых, это меньшая изношенность сердца и сосудов. Поэтому все эти факторы, конечно, они способствуют, создают предпосылки именно для более выгодных, то есть создают более выгодные условия для развития организма ребенка. И, в частности, сердечно-сосудистой системы. А теперь мы с вами поговорим про регуляцию сердца, то есть как она изменяется по мере роста ребенка. Новорожденный ребенок. Отличие регуляции, особенности регуляции – это электрическая нестабильность. В силу того, что не до конца еще развилась вот эта проводящая система сердца, из-за того, что организм еще ребенка не садаптировался к новым условиям существования, возникает вот эта электрическая нестабильность. А как следствие электрическая нестабильность – высокая вероятность аритмии и, в частности, блокад сердца. Поэтому у новорожденных детей акцент идет на контроль сердечно-сосудистой деятельности, особенно если ребенок не совсем здоровый в силу каких-то причин. И, соответственно, у него мы можем ожидать с большей вероятностью возникновения вот этих аритмий. Далее идем. До 3-4-летнего возраста у ребенка преобладает симпатическая нервная система. То есть дети в большей своей массе являются симпатотониками. Это ведет к тому, что склонность у детей до 3-4-летнего возраста к тахикардии. Соответственно, если эта тахикардия, не представляющая угрозу для жизни и развития ребенка, то, в общем-то, мы не акцентируем свое внимание, уж такое активное, на эту тахикардию. И можем либо просто наблюдать за таким ребенком, периодически осуществляя ЭКГ-контроль. И, в общем-то, если будем воздействовать, то не медикаментозно. К 5-6-летнему возрасту тонус вегетативной нервной системы меняется. Начинает преобладать вагусная регуляция. Блуждающий нерв вступает в свои права активно. И в результате вагусных импульсов на сердце мы у детей 5-6-летнего возраста наблюдаем иные аритмии. В частности, мы начинаем, то есть у большого процента довольно-таки детей появляется склонность к брадикардии. Или такое вот смешанное состояние, то есть тахи и брадикардии. Аритмии. Также в результате вагусных импульсов на сердце часто дети к 5-6-летнему возрасту могут предъявлять жалобы на боли сердца. То есть мы тоже должны это иметь в виду, обращать внимание, да, и, по крайней мере, при наличии жалоб обследовать такого ребенка. То есть убедиться, что это особенности физиологические, да, в силу роста ребенка, развития его сердца, а не обусловлено какой-то органической причиной. К 9-11-летнему возрасту отмечается напряжение регуляции ритма сердца. И, как следствие этого, склонность к аритмиям в виде тахикардии и к развитию гипотензии, что тоже, в общем-то, необходимо учитывать, наблюдая за ростом и развитием вот этих 9-11-летних детей. В период полового созревания какие особенности будут у детей? Как мы уже говорили с вами, да, отмечается неравномерный рост органов и систем. То есть, по сути, мышечная ткань опережает рост нервной ткани, да, то есть развитие нервного волокна. К чему это приводит? Это приводит к тому, что проводящая система сердца, в общем-то, не поспевает за ростом самого сердца. В результате отмечаются нарушения уже в проводящей системе сердца. А все, что связано с работой проводящей системы сердца и нарушениями, которые при этом возникают, в общем-то, клинически проявляется в виде аритмии. Поэтому в период полового созревания обращаем внимание на возможность возникновения вот этих вот нарушений регуляции сердца в виде аритмии. Также обращаем внимание, что у девочек, чаще, чем у мальчиков в период полового созревания, изменяется форма сердца. В частности, появляется так называемое метральное сердце, либо капельное сердце. Но все это идет без нарушений гемодинамики, поэтому, в общем-то, это чисто как анатомическая особенность и не требует какой-то дополнительной коррекции. Только наблюдение. Метральное и капельное сердце, чаще у девочек. Вы знаете, что в последнее время особенностью развития детей и подростков – это акселерация. И, соответственно, акселерация накладывает свой отпечаток и на сердечно-сосудистую систему. Какие же это влияния будут? Усугубляются все отклонения. То есть, в чем же это будет заключаться углубление вот этих отклонений? Длинник сердца увеличивается больше, чем поперечник, а просвет сосудов не меняется. То есть, по сути, сердце как бы становится более вытянутым. Ну и, наконец, отрицательное действие эмоциональных, интеллектуальных нагрузок и гиподинамия. Все это может усугубить уже имеющиеся нарушения и, в общем-то, привести к более тяжелым последствиям. Поэтому все настроить нужно и детей, и подростков, их родителей на то, что гиподинамии должно быть как можно меньше. Ну и, конечно, по возможности оградить детей и подростков от вот этого чрезмерного эмоционального и интеллектуальных нагрузок. Эмоционального давления какого-то, да, и чрезмерных интеллектуальных нагрузок. Теперь поговорим мы с вами о функциональных показателях сердечно-сосудистой системы у детей. То есть, мы больше говорили об анатомических особенностях, теперь функциональные показатели. На что мы с вами будем ориентироваться? Прежде всего, осуществляя осмотр ребенка, мы обязательно с вами будем подсчитывать частоту сердечных сокращений. И вот частота сердечных сокращений – это очень важный показатель, который говорит о состоянии в целом сердечно-сосудистой системы. Обращаю ваше внимание, что для того, чтобы оценить частоту сердечных сокращений, мы должны знать основные нормы, которые меняются в зависимости от возраста. И вот этот слайд, он очень для вас важен, вы, пожалуйста, его выучите наизусть, поскольку на занятиях мы с вами будем неоднократно касаться этих вопросов. Но практически на каждом занятии, начиная уже вот сейчас с третьего курса и далее четвертый, пятый, шестой курс. Поэтому этот слайд нужно знать на зубок. У новорожденных частота сердечных сокращений в среднем 120-140 ударов в минуту допускается до 160. То есть все, что выше 160, мы будем уже называть увеличением частоты сердечных сокращений или тахикардиида. Ну и, соответственно, все, что ниже 120, будем называть урежением частотой сердечных сокращений или тахикардиида. В грудном периоде – 120. В пятилетнем возрасте ребенка средняя частота сердечных сокращений будет составлять 100 ударов в минуту. Ребят, я обращаю вас внимание на то, что это средний показатель частоты сердечных сокращений. Градация уже на брадикардию, тахикардию. Мы с вами будем говорить уже более подробно на занятиях об этом. Вот она будет разная. Поэтому вы пока запоминаете только среднюю норму. В 10-летнем возрасте это 85 ударов в минуту, в 12-летнем возрасте 80 ударов в минуту и в 15-летнем возрасте 75-70 ударов в минуту. То есть что мы с вами наблюдаем? То, что с возрастом частота сердечных сокращений постепенно снижается. То есть, по сути, взрослее, по мере роста человека, сердце приучается работать не в таком интенсивном режиме, как это было в частности у новорожденных детей. То есть сердце учится постепенно работать с более редкой частотой сердечных сокращений. То есть, по сути, менее энергозатратно. То есть, этому тоже нужно научиться в процессе роста. И сердце как раз этим и занимается. При волнении нагрузки частота сердечных сокращений постепенно повышается. Если это медленные нагрузки, если это интенсивные нагрузки, внезапное какое-то волнение, стресс, то, конечно, значительный будет скачок частоты сердечных сокращений, более быстрый. Но в покое, то есть, как только физическая нагрузка прекратилась интенсивная, как только волнение ушло, частота сердечных сокращений за 2-3 минуты должна восстановиться. То есть, это вот в идеале. Важный для нас с вами параметр и соотношение частоты дыхания и частоты сердечных сокращений. Так, у новорожденных детей частота дыхания соотносится с частотой сердечных сокращений в пропорции 1 к 2 или 1 к 2,5. До года этот показатель составляет 1 к 2,5 к 3. С года – 1 к 4. То есть, это тоже, пожалуйста, запомните. То есть, с года в соотношении ЧД – частоты дыхания, и ЧСС – частоты сердечных сокращений составляет 1 к 4. Артериальное давление, о котором мы сейчас с вами поговорим, тоже, в общем-то, меняется в зависимости от возраста ребенка. Артериальное давление в целом у детей ниже, чем у взрослых. И вы это хорошо понимаете. К чему же это приводит? И чем же это характеризуется? У детей ниже нагнетательная способность сердца. У детей более широкие артерии. Большая эластичность сосудов. Все это приводит к тому, что артериальное давление будет ниже, чем у взрослых. Ну и, наконец, одинаковые емкость венозной и артериальной системы у детей раннего возраста. Артериальное давление меняется и в зависимости от пола ребенка. Так, до 5 лет артериальное давление у мальчиков и у девочек примерно одинаковое. Нормы артериального давления. В 5-9 летнем возрасте артериальное давление у мальчиков выше. Ну а с 9 до 13 лет выше у девочек. Это в том числе обусловлено и анатомическими особенностями сердца. Да, вот рост активного сердца и функциональной зрелостью сердца. В пубертатный период артериальное давление становится выше у мальчиков. Какие еще особенности будут артериального давления? У новорожденных артериальное давление на верхних и нижних конечностях составляет 70 на 35 мм ртутного столба. Вот средний такой показатель. В 12 месяцев жизни систолическое артериальное давление на руках составляет 90 на 60 мм ртутного столба. При этом диастолическое давление составляет 1,2-2,3 от систолического артериального давления. У старших детей артериальное давление на руках вычисляется согласно формуле Мазлова. Где Н – это возраст ребенка до 15 лет в годах. Систолическое давление по формуле составляет 90 плюс 2Н. Диастолическое давление – 60 плюс Н. Нужно иметь в виду, что у девочек давление на 5 мм ниже указанных цифр. Существуют таблицы для определения артериального давления с учетом возраста, роста и пола ребенка. Для оценки артериального давления у ребенка мы обязательно должны пользоваться этими таблицами. Согласно заключениям по этим таблицам, нормальное артериальное давление мы можем выставить ребенку, когда уровень давления данного пациента попадает в категорию 10-89% кривой артериального давления. Низкое нормальное артериальное давление – это 3-10%. Высокое нормальное давление – это 90-94%. И вот эти заключения вы и будете давать, когда будете анализировать таблицы. С таблицами вы ознакомитесь при подготовке к занятиям по соответствующей теме. И, естественно, мы к ним будем уже неоднократно обращаться, когда вы перейдете на 4-й курс и начнете изучать уже конкретные заболевания детского возраста, в том числе те, которые сопровождаются повышением или снижением артериального давления. Так вот, ваше заключение будет по ребенку. Его давлению – либо нормальное артериальное давление, либо низкое нормальное артериальное давление, высокое нормальное артериальное давление. Но это все показатели, так сказать, в пределах нормы. Когда же мы можем говорить с вами об артериальной гипертензии и артериальной гипотензии? Так вот, если уровень кривой распределения артериального давления, на который мы будем ориентироваться, у конкретного ребенка цифры будут попадать в 95% и выше на этой кривой, то тогда мы сможем судить об артериальной гипертензии. То есть можем сделать заключение, что да, у этого ребенка артериальная гипертензия. То есть его показатель артериальное давление должен попасть на 95% или выше кривой распределения. Об артериальной гипотензии мы имеем право сказать, если у ребенка, то есть его цифра артериального давления, попадает в 3% или ниже кривой распределения артериального давления. Тогда мы сможем судить о том, что это да, у пациента артериальная гипотензия. То есть это вот очень важные параметры, с которыми вам нужно уже будет научиться работать на занятии. Далее, что мы можем сказать про артериальное давление. У детей до 9 месяцев жизни артериальное давление на нижних конечностях равно артериальному давлению на руках. С началом ходьбы артериальное давление на ногах выше, чем артериальное давление на руках, порядка на 5-20 мм ртутного столба. Но что важно, в норме асимметрии артериального давления на руках допустимо до 10 мм ртутного столба. Поэтому, ребята, конечно же, мы должны мерить артериальное давление у пациентов на обеих руках и сравнивать. И вот эти цифры артериального давления на руках не должны отличаться друг от друга более чем на 10 мм ртутного столба. Теперь мы переходим к осмотру пациента. И что нам необходимо оценить, на что обратить внимание при осмотре, для того, чтобы, в общем-то, охарактеризовать сердечно-сосудистую систему данного ребенка. Прежде всего, конечно, мы обращаем внимание на то, в сознании пациента или нет. Обращаем внимание на наличие одышки. Обращаем внимание на выражение лица пациента. Наличие апатии, указывать на тяжелую одышку. Страх, страдания, широко раскрытые глаза – это признак сердечной боли, в частности. Обращаем внимание на положение в постели. На то, вынуждено это положение или нет. Так, в частности, при недостаточности кровообращения пациент часто занимает вынужденное положение. Полусиде, сидя с опущенной ногами, опорой спины на подушке. Так ему легче дышать. При эксудативном перикардите пациент будет занимать коленно-локтевое положение сидя. Не может спать лежа, поскольку возникают и сильные боли у пациента в результате сдавления сердца. При одышно-цианатическом приступе, который часто возникает при таком врожденном пороке сердца, как тетрадофало, пациент занимает положение на корточках с коленями, прижатыми к животу. Ну и, наконец, пассивное положение, то есть лежа при коллапсе, то есть значительном снижении артериального давления. Обращаем на физическое и нервно-психическое развитие ребенка. Так, задержка физического и нервно-психического развития ребенка наблюдается при хронической гипоксии. Диспропорция туловища, когда боли развита голова и верхние конечности, наблюдается при коорктации аорты. Обращаем внимание на цвет кожи ребенка. Бледность кожных покровов часто свидетельствует о значительном падении артериального давления по коллапсе. Бледность кожных покровов наблюдается при врожденных пороках сердца и, в общем-то, обусловлено развитием, в частности, такого осложнения врожденных пороков сердца, как релятивная анемия. Цианоз – очень важный признак, который, в общем-то, является клиническим проявлением врожденных пороков сердца очень многих, имеет свои тоже характерные особенности. Так, фиолетовый оттенок кожи наблюдается при транспозиции магистральных сосудов, голубой оттенок кожи при тетради фало, вишнево-малиновый цианоз губ, щек, ногтей наблюдается при легочной гипертензии, пепельно-серый оттенок кожи при выраженной коорктации аорты. Обращаем внимание на особенность кожи, в частности, наличие кальцевидной ритемы, которая будет характерна для ревматической лихорадки. Пальцы гиппократа. Хроническая гипоксия свидетельствует о наличии хронической гипоксии. Отеки сердечного генеза, которые мы будем выявлять на стопах, голени, прежде всего, затем они переходят на лицо, либо могут быть массивными уже в видеосыта, гидроторакса, анасарки. То есть все это признаки также патологии со стороны сердечно-сосудистой системы. Вот давайте посмотрим с вами на следующие несколько слайдов, где как раз продемонстрированы вот эти особенности. Язык, такого малинового цвета, у ребенка. Изменения как раз не только окраски языка, но и рисунка языка. Вот, пожалуйста, пальцы гиппократа, да, или барабанные палочки, как их называют у ребенка, с цианозом, с расширением как раз, видите, такое расширение на кончиках пальцев. Ногти выбухают в виде часовых стекол, имеет синюшный оттенок. Все это признаки хронической гиппоксии. Далее тоже рот у ребенка, обращая внимание, вот обилие кариозных зубов тоже, в общем-то, свидетельствует о гиппоксии, в том числе у ребенка, да, поэтому тоже на этот признак нужно обязательно обращать внимание. Немножко поподробнее с вами поговорим про сердечные отеки. Какие же особенности сердечных отеков, кроме того, что мы уже сказали с вами, да, то, что они начинаются с нижних конечностей, постепенно, по мере усугубления состояния пациента, они будут увеличиваться, распространяясь снизу вверх. Кроме этого, особенность сердечных отеков в том, что они сочетаются с цианозом кожи, возникают и усиливаются при физической нагрузке, в большей степени заметны к концу дня, уменьшаются после ночного сна, характеризуются наличием плотного отека, то есть при проверке отеков, когда мы осуществляем давление, да, на ткань, например, в области голени, будем наблюдать, что ямка будет выравниваться очень медленно, то есть это такие плотные отеки. Ну и еще разочек повторимся, что вот они распространяются снизу вверх. И вот на следующем слайде как раз продемонстрирована вот эта ямка, да, которая образуется при надавливании в области, надавливании ткани в области отека. Вот плотный отек, да, ямка, она остается дольше, чем это наблюдается при других вариантах отеков. Далее с вами, что на что будем обращать внимание дальше. Немножечко с вами поговорим про верхушечный толчок. В норме пульсации верхушечного толчка можно увидеть на глаз, особенно если это худощавый ребенок. Локализуется, как я уже вам говорила, да, область проекции верхушки сердца, то есть вот он верхушечный толчок до полутора лет в четвертом межреберье, затем в пятом межреберье. Это вот будут горизонтальные линии верхушечного толчка. Вертикальная линия верхушечного толчка до двух лет расположена на два сантиметра кнаружи от левой среднеключичной линии. В возрасте от двух до семи лет на один сантиметр кнаружи от среднеключичной линии. И в возрасте семи двенадцати лет расположена по левой среднеключичной линии. Старше двенадцати лет кнутри от среднеключичной линии. Площадь верхушечного толчка составляет один на один сантиметр. Это у детей более младшего возраста, но и у старших два на два сантиметра. С верхушечным толчком также связано понятие такое, как сердечный горб. То есть это выпячивание грудной клетки в виде деформации в области сердца, видимый на глаз. И вот, ребят, развитие сердечного горба это, конечно, признак длительного патологического процесса. Если сердечный горб расположен центрально, то это говорит об увеличении правых отделов сердца. Если он смещен влево, то это говорит об увеличении левых отделов сердца. И вот на следующем слайде как раз вы, пожалуйста, обратите внимание на наличие сердечного горба у ребенка. Вы видите, он смещен влево, да? То есть это говорит о том, что, как вот на предыдущем слайде, увеличены левые отделы сердца. То есть вот у этого пациента наблюдается сердечный горб слева, то есть который говорит об увеличении левых отделов сердца. В целом также, пожалуйста, обратите внимание на этот слайд. Ребенок с патологией сердца, с наличием сердечного горба. И вот в целом его телосложение. Обратите внимание. Такой вот астеничный ребенок, худенький, относительно большая размера головы по сравнению с телом у него. И вот, в общем-то, такая бледность кожных покровов. Некоторая синюшность губ, которую тоже, в общем-то, видно на этом слайде. Далее, на что обращаем внимание при осмотре. Пульсация периферических сосудов. Слабая пульсация периферических сосудов, а именно видимая на глаз, пульсация сонных артерий может быть у здоровых людей только в положении лежа. То есть, если мы положили нашу пациента, да и у него видна пульсация сонных артерий, как раз то, это считается вариантом нормы. Если же человек занимает вертикальное положение, в норме этой пульсации быть не должно. Шейные вены в норме не видны или в положении лежа слабо заметна в пульсации, не совпадающей с пульсацией сонных артерий. Набухание шейных вен или совпадение их пульсации с пульсацией сонных артерий – это так называемый положительный венный пульс. Наблюдается при недостаточности трикоспидального клапана, когда возврат части крови в систолы из правого желудочка в правое предсердие наблюдается и, соответственно, повышается давление в шейных венах. Пульсация пегастральной области в норме может быть в положении лежа при низком стоянии диафрагмы и исчезает при вдохе. При гипертрофии правого желудочка пульсация в апегастральной области будет максимально в конце вдоха. И вот на следующем слайде, пожалуйста, обратите внимание у взрослого пациента вот как выглядит набухание шейных вен. Далее мы с вами поговорим о состоянии пульса у детей. У здоровых детей частота пульса совпадает с частотой сердечных сокращений, ребят. Поэтому, если ребенок здоровый, то есть у него, допустим, у пятилетнего ребенка посчитали частоту пульса, она составляет 100 ударов, соответственно, провели аускультацию области сердца, посчитали частоту сердечных сокращений, там тоже должно быть 100 ударов. Но есть такое понятие, как дефицит пульса. Что это значит? Это значит, что частота пульса будет меньше частоты сердечных сокращений. Когда это мы наблюдаем? В частности, при ряде аритмий, таких как мерцательная аритмия и желудочковой экстрасистолии. Поэтому, ребят, когда вы обследуете ребенка в плане как раз патологии сердечно-сосудистой системы, не забывайте сравнивать частоту пульса и частоту сердечных сокращений. Это очень важно для диагностики, в частности, таких аритмий. Когда еще наблюдается дисбаланс между частотой сердечных сокращений и частотой пульса? В частности, при болезни токаясу, когда пульс будет отсутствовать на руках. Также ослабление или отсутствие пульса на обедренных артериях, артериях тыла стопы, наблюдается при таком врожденном пороке сердца, как арктация аорты. Поэтому при подозрении на арктацию аорты, а это подозрение часто возникает как раз при повышении артериального давления у ребенка, мы обязательно всех детей будем с повышенным артериальным давлением оценивать еще у них и пульс на ногах, для того, чтобы нам не пропустить как раз вот эту патологию, вот такую, как арктация аорты. Обращаем внимание с вами на ритм пульса. И какие же здесь особенности? Особенность заключается в том, что у детей с 2 до 12 лет, то есть до периода пубертата, часто бывает дыхательная аритмия. Что же это такое, ребят, дыхательная аритмия? На вдохе наблюдается учащение частоты сердечных сокращений, на выдохе – урежение. При остановке дыхания, то есть когда мы попросим, например, пациента нашего не дышать, задержать дыхание, пульс выравнивается, то есть становится ритмичным. Если все эти условия соблюдены, то мы можем говорить о наличии дыхательной аритмии у ребенка. По сути, дыхательная аритмия отражает созревание пагуса, блуждающего нерва. Если с началом пубертата мы наблюдаем дыхательную аритмию у ребенка, то это уже говорит о вагатании, то есть о наличии у ребенка вегетативной дисфункции, вегетсосудистой дистонии. Что еще нам важно? Понятие тахикардии, ребят, то есть это учащение пульса более чем на 10% от нормы. Вы знаете норму для каждого возраста и, соответственно, можете сориентироваться в отношении вот этих вот критериев тахикардии. Что важно? Подъем температуры тела на каждый градус выше 37 учащает пульс на 10 ударов в минуту. Тоже, пожалуйста, это запомните. Поэтому при температуре всегда будет тахикардия. При вегетсосудистой дистонии, тиреотоксикозе, анемии тахикардии также наблюдается. Опять же, в связи с либо вегетативным дисбалансом, либо гормональными изменениями, либо с изменением тока крови, его жилогических свойств крови. Ну и, наконец, наиболее часто, именно когда мы будем наблюдать патологическую тахикардию, это нарушение самого сердца. Так, тахикардия наблюдается, например, выраженная патологическая тахикардия при недостаточности кровообращения, при миокардии. Обратно, это урежение пульса уже, то есть говорили об учащении, теперь об урежении. Это состояние называется брадикардия, то есть когда пульс урежается на 10% и более от нормы. Это наблюдается при миокардитах, при тяжелой гипотрофии, при повышении внутричерепного давления у ребенка, то есть это важный такой параметр, ребят, гипотириоз, период выздоровления от инфекций, в норме у спортсменов, поскольку у них сердце уже тренировано, то есть оно научилось работать с наименьшими затратами. И, конечно же, состояние ваготонии. Кроме тахикадии и брадикардии может быть неритмичный пульс. Что это значит? Это значит, что сочетается в себе как признаки учащения, так и урежения ритма, то есть нерегулярный ритм. Когда это бывает? Примерцательная ритмия, в частности, и плюс к этому еще будет дефицит пульса. Пульса, о котором мы с вами говорили на предыдущих слайдах. Ну и, в частности, экстрасисталии часто дает вот такой неритмичный пульс. Экстрасисталии, в свою очередь, может быть как функциональный, так и органический, но об этом мы подробно с вами будем говорить, когда будем изучать ритмии на пятом курсе. Еще немножечко с вами скажем про верхушечный толчок, поскольку у него мы знаем несколько характеристик, да, то есть в норме он умеренной высоты, силы, нерезистентный. Соответственно, патология, когда верхушечный толчок разлитой, то есть он занимает более 2, чем, по площади, чем 2 на 2 сантиметра, или, если пальпируется, в двух и более межреберьях. И вот такой разлитой верхушечный толчок мы будем фиксировать при расширении и гипертрофии. То есть сердце, да, то есть расширение – это дилетация, а гипертрофия тоже приведет к увеличению размеров сердца. Есть понятие отрицательный толчок, то есть втяжение во время систолы, да, сердца, что приведет к появлению вот такого отрицательного верхушечного толчка. Такая ситуация наблюдается часто при слипчивом перекардите, то есть когда перекард сращивается с передней стенкой грудной клетки. В норме верхушечный толчок должен совпадать по локализации с левой границей относительно сердечной тупости. Если смещен кнутри от нее, то это признак перекардита уже будет с выпадом. Перкуссия сердца. Что скажем об этой характеристике? То есть об этом в варианте обследования. Да, уже сердце. О осмотре мы с вами все сказали, охарактеризовали, про пальпацию сказали. Давайте про перкуссию поговорим. Так вот, вам нужно знать границы относительно сердечной тупости. Так вот, верхняя граница относительно сердечной тупости меняется с возрастом. До двух лет – это второе ребро. С двух до семи лет – это второе межреберье. С семи до двенадцати лет – это третье ребро. И старше двенадцати лет – третье ребро или третье межреберье. Правая граница относительно сердечной тупости до двух лет – по правой парастернальной линии. С двух до семи лет – кнутри от парастернальной линии. С семи до двенадцати лет – посредине между правой парастернальной и правой стернальной линиями. Старше двенадцати лет – ближе к правой стернальной линии, затем по ней. Левая граница относительно сердечной тупости совпадает с верхушечным толчком. Аускультация сердца. Для того, чтобы правильно провести аускультацию сердца, необходимо иметь стетоскоп с диаметром раструбы не более двух сантиметров. Слушать лежа, на левом боку, сидя или стоя, по показаниям после физической нагрузки. Последовательность аускультации такая же, как у взрослых. Область верхушки. Мы выслушиваем нейтральный клапан. Второе межреберье справа от грудины. Выслушиваем аорту. Второе межреберье слева от грудины – легочную артерию. Место прикрепления мечевидного отростка – грудине. Чуть вправо – это трехстворчатый клапан. Точка Боткина-Эрба, а именно место прикрепления третьего-четвертого левых ребер края грудины – это мы выслушиваем нейтральный клапан и артальный клапан. Ну и, наконец, затем весь левый край грудины от верхушки в левую подмышечную область. Плюс не забываем, ребят, выслушивать проведение шума на сосуды шеи на спину слева в межлопаточной области, если мы такой шум с вами выслушиваем. То есть обязательно проведение его на сосуды шеи, на спину слева в межлопаточной области. Звучание тонов зависит от возраста. В первые 2-3 дня жизни в первой точке аускультации, а именно на верхушке, второй тон – звучнее первого тона. Затем они равны. А с 2-3 месяцев жизни первый тон по звучности должен преобладать на вторым. Систола, короче, диастолы. Первый тон совпадает с верхушечным толчком. На основании сердца, а это вторая и третья точки аускультации, на первом году жизни первый тон преобладает на вторым тоном. Затем они выравниваются, и с 3-х лет второй тон будет звучнее первого тона. Также обращаю ваше внимание, что на основании сердца вы должны оценить разницу в силе звучания второго тона над аортой и второго тона над легочной артерией и сделать вывод о том, если есть усиление или ослабление этих тонов. Так, в норме со второго года жизни до 12 лет второй тон над легочной артерией слева, да, сильнее второго тона над аортой справа. Возможно усиление, да, то есть такое понятие, как невозможно, а такое понятие, как усиление второго тона над легочной артерией, то есть в возрасте с 2 до 12 лет. Почему же возможно такое усиление второго тона над легочной артерией, который является вариантом нормы? В частности, из-за более близкого расположения легочной артерии грудной клетки и более высокого давления в малом круге кровообращения. Кроме того, до 12 лет легочная артерия шире аорты. С 12-летнего возраста никакого акцента второго тона над легочной артерией быть не должно, то есть звучание тонов сравнивается. Поэтому после 12 лет акцент второго тона над легочной артерией будет свидетельствовать о патологии. Вы должны характеризовать то есть какие будут варианты у вас звучность тонов, ослабление или приглушенность тонов. Не забываем, что ослабление или приглушенность тонов может быть вследствие как нарушения со стороны сердца, так и иных причин, в частности ожирения, эмфизема. И вот на верхушке, если 1-й и 2-й тонны сердца равны, то это говорит о приглушении. Если 1-й меньше 2-го, то тонны глухие. Тоже, ребята, обратите внимание на эти характеристики. Понятие усиления или акцента тонов. Если усилены оба тона, то это возможно при возбуждении ребенка. Если это худенький ребенок, то есть у него тонкая грудная клетка либо высокое стояние диафрагмы. Акцент 1-го тона на верхушке, так называемый громкий или хлопающий 1-й тон на верхушке может наблюдаться в частности при сужении метрального клапана. Акцент 2-го тона над аортой свидетельствует о повышении давления в большом круге кровообращения. Акцент 2-го тона над легочной артерией свидетельствует о повышении давления в малом круге кровообращения. Следующий слайд, ребята. Это сердечные шумы. Поговорим сейчас про них. Что же такое сердечные шумы? Это дополнительные звуки между тонами сердца. Часто наблюдается у детей, то есть в частности у 20% новорожденных и у 75% школьников. Видите, как часто встречаются эти сердечные шумы. Поэтому задача врача это отдифференцировать эти сердечные шумы, их идеологию, предотвратить гипердиагностику, ну, в общем-то, отличить шумы опасные от неопасных. Для этого нужно знать их характеристики. Как они связаны с систолой и диастолой? Какую частоту систолы или диастолы занимают? Какова их связь с тонами? Какой они имеют тембр? Мягкий, нежный, грубый, дующий, машинный и так далее. Какой они имеют силу, то есть слабый или сильный, эпицентр, ирадиируют или нет, ну, и насколько зависит от позы ребенка и физической нагрузки. Ребята, это очень важные характеристики сердечных шумов. Пожалуйста, запомните это основательно. Шумы могут быть органические и неорганические. Органические шумы наблюдаются при заболеваниях сердца и крупных сосудов. То есть, по сути, должен быть дефект со стороны сердца или крупных сосудов. В частности, систолодиастолический шум, понятие систолодиастолического шума наблюдается при открытом артериальном протоке, то есть, надлегочной артерии, так называемый машинный шум. И вот на следующем слайде мы как раз с вами сейчас поговорим об особенностях вот этих органических шумов. они могут быть как систолическими, так и диастолическими, а также систолодиастолическими. Обращаю ваше внимание, ребят, что наличие диастолического шума сразу указывает на его органический генез. То есть, функциональные шумы, неорганические шумы, они не могут быть диастолическими. Они только систолические. органические шумы связаны с тонами сердца. Они продолжительные, то есть, занимают более половины систолы. Они выслушиваются в любой точке. И если они выслушиваются более чем в двух точках, то это точно органический генез. Наличие радиации. Это тоже признак органики. Так, при стенозе аорту и радиация шума на сонную артерию. При стенозе легочной артерии на спину. Наличие кошачьего мурлыкания также свидетельствует об органике. Если громкие, грубые шумы, то это органического генеза шумы. Органические шумы не изменяются на глубоком вдохе. После нагрузки не изменяются или даже усиливаются. при переходе ворта положения сохраняются или усиливаются. На фонокардиограмме они высокоамплитудные, высоко и среднечастотные. И наконец, на фоне лечения органические шумы долго сохраняются при острых процессах и необратимы при пороках. Неорганические шумы или функциональные встречаются при заболеваниях других органов и систем сердца при этом здоровое. Они могут выслушиваться над легочной артерией или на верхушке и связаны, например, с изменением вязкости крови, при анемии, обезвоживании, высоким ударным выбросом, например, при лихорадке, вегетсосудистой дистонии, тиреотоксикозе. Неорганические шумы функциональные могут быть и физиологическими или невинными, как их называют. То есть это шумы, которые связаны с формированием сердца. Так, у здоровых детей 3-6 лет они обусловлены сугубо анатоми-физиологическими особенностями сердца. Так, до 7 лет усиленное развитие трибрикулярной сети идет на внутренней поверхности эндокарда, поэтому и возникает шум при токе крови. Кроме того, у детей в этом возрасте выше скорость кровотока, шире диаметр сосудов и наблюдается неравномерный рост клапанов и хорт. неорганические шумы только систолические они не связаны с тонами занимают не больше одной трети половины систолы чаще регистрируются надлегочной артерией реже на верхушке не иродиируют тихие или умеренно громкие ослабевают или исчезают на глубоком вдохе при нагрузке исчезают или уменьшаются лучше слышны в клина положении то есть лежа при переходе в ортоположение ослабевают или исчезают исчезают при надавливании на сердце на фоно кардиограмме они низкоамплитудные низкочастотные на ЭКГ нет выраженных изменений по эхокардиографии нет признаков органического поражения сердца то есть нормальный размер полостей нормальная толщина миокарда высокая фракция выброса выше 65% нормальные клапаны и свободное перикардиальное пространство то есть очень часто ребят если это например шумы которые в общем-то трудно подается дифференцировке в общем-то для того чтобы окончательно с ними разобраться мы часто должны прибегнуть дополнительным методом исследования в частности электрокардиограмма эхокардиограмма для того чтобы убедиться что это нет органических изменений со стороны сердца и шумы носят функциональный характер к функциональным относятся шумы на фоне марс да нефункциональные но несколько на грани так скажем пограничные да грубых аномалий что значит марс малые аномалии развития сердца да то есть грубых изменений со стороны сердца нет пороков со стороны сердца нет но имеются аномально расположенные хорды например дополнительные хорды пролепс метрального клапана то есть шум при этом неорганический но поскольку изменения в сердце небольшие но есть мы будем называть его пограничным каковы же особенности шумов на фоне малых аномалий развитий сердца то есть шум непостоянный дующий или музыкального оттенка такие шумы не проводятся стоя слышны лучше важно у пациента нет жалоб нет признаков нарушения гемодинамики есть нормальные границы сердца это очень важный дифференциально диагностический признак и шум часто такой сочетается с проявлением дисплазии соединительной ткани в частности повышенным уровнем стигматизации нарушением осанки нарушения со стороны органа зрения что еще мы должны с вами изучить сегодня это признаки недостаточности кровообращения что же такое недостаточность кровообращения это синдром в основе которого лежит нарушение сократительной способности миокарда или патология сосудов при котором органы и ткани не обеспечиваются необходимым количеством крови при нормальном или увеличенном фенозном возврате и вот недостаточность кровообращения наблюдается при ряде тяжелых заболеваний со стороны сердца и в общем-то существуют варианты недостаточности кровообращения а именно сердечная недостаточность сосудистая недостаточность сердечно-сосудистая недостаточность также мы недостаточность кровообращения делим на острую хроническую а также левожелудочковую и правожелудочковую И вот на следующем слайде мы с вами отметим характерные особенности левожелудочковой, правожелудочковой, недостаточность кровообращения. Левожелудочковая недостаточность кровообращения, когда страдают левые отделы сердца. Соответственно, наблюдается застой в малом круге кровообращения. И клинически это будут признаки отека легких, в виде отышки, кашля, пенистовой мокроты у детей старшего возраста, пены изо рта у детей раннего возраста, цианоза, наличие разнокалиберных влажных хрипов и крепитации. Правожелудочковая недостаточность кровообращения характеризуется тем, что страдают правые отделы сердца. Соответственно, будут признаки застоя в большом круге кровообращения, в виде увеличения печени, селезенки, наличие отеков, как периферических, так и полостных. Какие же существуют общие клинические признаки недостаточности кровообращения? То есть на что вы должны прежде всего обратить внимание? На какие признаки, которые будут подозрительными в отношении наличия недостаточности кровообращения? Тахикардия, которая мало изменяется при плаче и во сне. Ослабление первого тона на верхушке и усиление второго тона над легочной артерией. Расщепление тонов и аритмия. Расширение гранит сердца в виде кардиомегалии. Тахипное, наличие смешанной одышки. Акроцианоз, который усиливается при нагрузке и плаче. Гипергидроз, холодная кожа. Клинику отека легких, о которой мы с вами говорили на предыдущем слайде. Наличие гепатойсплена мегалия. Наличие рвоты, боли в животе и жидкого стула. Олигурия, анурия. Отеки нижней части туловища. У мальчиков мошонки. Гидроперикард, асцит и анасарка. И, наконец, на следующем слайде вы видите стадии недостаточности кровообращения по классификации Образцова-Стражеско-Василенко. Пожалуйста, запомните эту классификацию. Мы будем с ней работать на протяжении всех последующих курсов вашего обучения в нашей Академии. От этих стадий зависят принципы лечения ребенка. Доза лекарств, их количество, объем инфузионной терапии. Всего этих стадий четыре. Первая стадия. В покое нет признаков недостаточности кровообращения. После нагрузки умеренные признаки недостаточности кровообращения в виде тахикардии и одышки. Вторая А стадия. Отличается тем, что в покое повышение частоты дыхания идет на 30-50%. ЧСС повышается на 15-30% от нормы. При этом печень достигает размеров плюс 3 см. Может быть легкая пастозность, но только легкая. Вторая Б стадия характеризуется тем, что в покое частота дыхания на 50-70% возрастает. Частота сердечных сокращений на 30-50%. Наблюдаются немногочисленные хрипы над легкими, может быть сонос. Печень составляет более 3 см. Из-под края правой реберной дуги наблюдаются отеки, олигурия. Третья стадия характеризуется повышением частоты дыхания более чем на 70%, ЧСС более чем на 50%. Характеризуется обилие влажных хрипов, клиника отека легких, выраженный цианоз, гепатосплена мегалея, отеки, выраженные вплоть до аносарки. То есть это стадия недостаточности кровообращения по образцову Строжеско-Василенко. На этом наша лекция закончена. Пожалуйста, обратите внимание, что для того, чтобы просмотр этой лекции был отмечен вами, для того, чтобы мы знали, что вы тему данную изучили, эту лекцию изучили, вы должны отметить свое присутствие, пройдя тестирование. Ссылка на тесты представлена внизу вот этого слайда. Не забудьте протестироваться. И тогда мы будем знать о том, что вы успешно эту задачу выполнили, то есть вы успешно ознакомились с лекциями. Большое спасибо вам за внимание. И до скорой встречи на наших кафедре детских болезней педиатрического факультета. Спасибо. 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 Спасибо.